всем привет и это мое второе видео по джили курой проездил я на нем месяц проехал 1200 километров и теперь у меня какое-то впечатление сложилось об этой машине и как я уже прошлом видео говорил я пересел скрытый и прошлом видео пытался их как бы сравнивать но сравнение получилось когда как бы очень мало и многими сами написали что где толком сравнение и вот сегодняшнее видео как бы более подготовился и давайте посмотрим давайте сначала по экстерьеру то есть по экстерьеру явно куры выигрывает укрыты тут все красиво стильно современно укрыты все намного скромнее что ли и квадратней также у нас за полтора миллиона даже можно сказать за миллион четыреста пятьдесят мы получаем полностью светодиодную оптику что спереди что сзади и даже противотуманок у кредиты мы максимум получали светодиоды сзади и только самые по мужирной комплектации которые стоит сейчас по моему больше полутора миллионов но зато укрыта у меня было 4 вд здесь только передний привод и полного привода в принципе быть не может а также мне нравилось что там были 16 катки здесь как бы выбора практически нет и даже со второй комплектации здесь строят сразу 18 и это да это первых жестче это бьет по карману при покупке зимней резины ну я уже поставил зимнюю резину купил сайлун за 16 тысяч рублей да вы опять меня сейчас будут многие хаять что я купил говно они резину зима покажет рассказать по проходимости крета было лучше то есть на бездорожье крета конечно было лучше я уже говорил прошлом видео все из-за вот это вот губы клиренс хорошими то-то куба короче она мешает и плюс сзади кстати да я поставил брызговики заказал на алиэкспрессе всего лишь полторы тысячи рублей прям под нее и если посмотреть вот сзади да тут четверной выхлоп почему настоящий я сначала думал что это фейк накладки смотреть по днище здесь у нас вот так вот свисает резонатор то есть если парк если вы я вот привык парковаться на крэйте до колеса то здесь я уже пару раз упирался в этот резонатор в общем накрытие как-то и по бездорожью и при парковке к бордюрам чувствовался более уверены но еще плюс да тут 18 катки нужно стараться сильно близко к бордюру тоже не парковаться потому что можно ободрать многие кстати хайли китайскую резину линглон который идет сразу с этой машиной салона летняя резина линглон я кстати на ней отъездил почти месяц никаких проблем ни с ней не было единственное что сильный дождь я на ней не ездил ничего не могу сказать про аквапланирование некоторые ухают за аквапланирование ничего пока поэтому не буду сказать а я принципиально не бронировал машину не капот ничего не делал антикор хотя многие я знаю при покупке этого автомобиля сразу же бронирует ее полностью члене ну или как минимум капот делает сразу антикор но честно вот не сейчас это как вы знаете как некоторые покупают iphone за там 100 тысяч рублей и тут же его прячут в пленку чтобы потом его подорожь продать я до этого ездил у меня было четыре автомобиль 33 автомобиля меня было mazda 2 hyundai две машины я ни одну в пленку не укатывал до были сколы на капоте не критичные но блин стоимость бронирования капота равносильно стоимостью перекраски это капота даже дороже поэтому я не вижу смысла вообще то есть что-то бронировать ну купил на всякий случай заказался алиэкспресса карандаш под этот цвет машины то есть если вдруг даже дископерского появится то подмажу чтобы рыжики не пошли тем более говорят что кузов у этой машины вроде как оцинкован не оцинкованный по он только капот и крыша что еще до укрытые на крыше были настоящие рейлинги здесь ну по крайней мере по многим заявлениям из даже у спрашивали завода 10 рейлинги декоративные хотя некоторые умудряются не вешать боксы ну говорят что лучше этого не делать может этот бокс день по дороге и потерять здесь также как и в крыте у меня был бесключевой доступ то есть чтобы закрыть машину здесь есть не кнопка сенсор кстати на любителя кому-то нравится мне сейчас ключ в машине сейчас я продемонстрирую как это работает то есть нажимаем есть такая функция в бортовом компьютере что при закрытии машины сразу складываются зеркала закрываются все стекла и также закрывается люк этом все можно настроить кстати тоже большой плюс чтобы открыть получается нам нужно просто просунуть сюда руку вся машина открывается закрыть и у меня была кнопка кнопка да она может быть как как считается древес стар старая технология но зато более мне кажется надежная дело в том что вот этот сенсор ну он почему-то не всегда схватывает именно сенсор который именно вот на этой кнопке то есть когда чтобы открыть открывает без проблем всегда а вот иногда когда закрываю иногда не срабатывать опять же не часто но бывает такое что приходится несколько раз тыкаться что касаемо багажника уже говорил в прошлом видео то есть в отличие открытый здесь не полноценное размерное запасное колесо а докатка есть статьи розеточка на 12 вольт в крыте и не было такие кармашки я уже тут тут уже все под напихал здесь у меня воткнута это обогрев детского кресла больше в принципе по багажнику сказать особо нечего единство что он немножко все-таки меньше чем в крыте но зато есть сразу вот такие вот алюминиевые вставки которые накрыт продавались отдельно по агрегатам я тут особо ничего сказать вам не смогу и я в этом как я уже говорил не особо спец могу только сказать что накрытие у меня было два двухлитровый стоял атмосфер ник и 6 ступенчатый гидро трансформаторный автомат здесь же стоит непопулярное решение у нас в россии это конечно же турбина и 7 ступенчатый робот как он будет вести себя со временем и в лютые морозы я это конечно же проверю возможно даже запишу видео когда у нас настанет минус 30 как это все дело будет работать по крайней мере крыта ездила хорошо но у меня там была вебаста тут я не знаю вебасту куда-то вообще можно воткнут или нет ну народ вроде говорят что тут даже уже ставил может ведь все с чертям закрыта даже чтобы добраться до омывающего бачка нужно здесь снимать крышку чтобы поменять масло здесь тоже нужно вот эту снимать крышку здесь тоже крышку называется современ машины современных машинах делать все так чтобы ты сюда вообще не лез зато аккумулятор утеплен это наверное плюс когда будет холодно ну и давайте уже переедем в интерьер по зарнию ряду уже немного говорил единственное что забыл упомянуть это то что с правой стороны вы скорее всего не поставите детское кресло из за того что вот эти вот замки ремней они очень мало вытаскиваются из своих пазов то есть вот на крыте у меня была такая возможность его выдвинуть дальше и кресло она прям находит на вот этот на вот это крепление здесь с этой стороны я кое-как его уместил но если у меня в крыте ребенок мог сам пристегнуться ремнем теперь ему нифига не удобно то есть приходится мне его сейчас пока какое-то ближайшее время пристегивать пока он не подрос то есть в плане именно установки детского кресла тут конечно немножко геморрой кожаный салон ну это для кого-то плюс для кого-то не очень плюс я бы не отказался от ряпочного ну кожаный да конечно выглядит немножко солидней ну что поделаешь кожаного салона идет чуть ли не со второй комплектации китайцы ставят то есть они считают что кожи должна обычно не везде здесь также есть эти плюсик usb разъем нету правда воздуховода в здании ну для такого класса машины это было бы слишком жирно есть кармашек для какой-то мелочевки и ну это кнопки по включению подогрева задних седалищ ну и по сравнению с крыта здесь конечно посадка ниже и потолок прижимает неплохо в машине есть электро регулировка сидений шести положениях но к сожалению нет памяти поэтому такое себе вот мы женой ездим вдвоем и конечно бы в идеале было бы если была память на двух седоков а так это не более чем просто дополнительного удобства и так переплыли в салон кстати всем советую снять вот эту рамочку со стекла который идет в комплекте без нее смотрится намного лучше если поставил сигнализацию а 93 все встало все работает все прекрасно также мне выявили сверху проводок под регистратор можно видеорегистратор еще один дополнительно поставить я кстати по тормозил надо было поставить потому что я повелся на тот регистратор который встроен в эту машину в этой машине реально встроенный есть регистратор который снимает с передней камеры но заменить как мне кажется полноценный регистратор он все-таки скорее всего не сможет потому что все таки уровень за как угол обзора записи у регистратор который можно установить за салон он лучше качество записи регистратора ну более-менее нормального он тоже будет лучше и плюс этот регистратор стоит в машине и при срабатывании сигнализации можно вывести так что включается регистратор то есть даже если кто-то ударит вас во дворе если это будет происходить это спереди то регистратор сможет записать злоумышленника встроенный регистратор в машину сейчас его продемонстрирую этого не записывает а сделаю то есть получается встроенный видеорегистратор это конечно круто включу его как он как он снимает вообще сфокусируйся вот он видеорегистратор то есть в чем его плюс вот он снимает то есть он снимает нижнюю часть понятно потому что регистратор он находится под капотом то есть что происходит выше и по бокам он практически уже не достает плюс еще минус этого регистратора автор встроенного в чем что он постоянно будет у вас закатываться потому что он все-таки снаружи да и на него будет подпадать грязь и соответственно камера может не снять какие-то нужные моменты но зато здесь есть телеметрия то есть здесь можно посмотреть все ваши данные с какой скоростью вы движетесь то есть пристегнуты ли вы нажима как то что вы нажимали то есть газ тормоз поворот не включали нет какой свет у вас был включен то есть туманки габариты вся информация то есть полная телеметрия время все здесь это есть а что самое забавное что сди карточка который это все снимает находится под под сидением пассажира в таком ящике такой черный ящик это знаете как телеметрию записывать то есть вырос херачить из хиром то сди карточка скорее всего не пострадает и потом могут прийти вытащить и посмотреть что же происходило что вы там нажимали все такое как самолете в общем что можно сказать по вообще напичканной электроники в этой машине пока все работать ничего не сломалась если мне вот не нравится то что вот он настройка вот левого зеркала мне как бы не хватает немножко его отвернуть вот как бы левее туда то есть чтобы не видеть пол бочины больше половины бочины своей машины то есть я вижу сейчас вот ввести вот как вот из моих глаз да вот и смотреть вот зеркало вот я вот так сейчас вижу я сижу так и вижу то есть мне бы хотелось немножко левее но этого невозможно это много кто жалуется ну приходится с этим мириться зато здесь есть до складывания зеркал в крете даже самой жирной комплектации что было забавно не было электрического складывания зеркал это было очень странно но зато в крете был до обогрев лабаша обогрев лабаша и там сидушки кстати сидушки здесь есть подогрев сидений но только попы здесь нет обогрев спин в крете бы крелись еще и спинки это конечно был плюс то есть плюс в чем еще неудобство опять же это мое мнение лично для меня то что нету физических кнопок управления обогревом руля сидений и ну ладно там форсунок там фиг с ним хотя об форсунке нет они тут включаются вместе с обогревом заднего стекла то есть чтобы чтобы вот писать человек садится в минус 25 в мороз этот экран уже начинает тупить грубо говоря и ему что включить попу нужно попасть на вот этот маленькую до иконку сидушки и выбрать здесь допустим обогрев первого уровня до включить и соседу свою вот ладно фиг с ним во время движения то есть это еще сложнее то едете вам нужно реально вам начинает пипу припекать припекать попу и вы хотите отключить и вам опять нужно то есть выискивать эту кнопочку и это и отключать неудобно ну блин ну воткнули бы куда-нибудь и не знаю эту кнопку куда-нибудь здесь дополнительно ну куда-нибудь бы ее поставили этот обогрев ланы даже вот сюда вот на крете там тоже было как-то дур по дурному сделан где там обогрев лабаша был тоже вынесен по он куда-то в сторону но вот могли бы от вместо вот этих вот это не кнопки это просто вот такая огромная панель показа что вот здесь вот у нас это корректор фар а это у нас подсветка аж огромная такая феробора который отвечает просто за регулировку подсветки салона то есть есть и понятно можно отключить то есть место вот этого могли бы сюда просто воткнуть какие-то кнопки допустим обогрев руля и обогрев сиденья блин почему бы нет ну не сделали все у нас переходит со временем все пытается засунуть на сенсор и скоро вообще физически кнопок скоро не будет ну ладно чуть-чуть поделать соответственно чтобы мне включить обогрев руля это тоже квест то есть мне нужно сначала нажать вот на эту вот на эту кнопочку и потом здесь вот нажать обогрев руля вот включилась то есть обогрев фасонок и стеклоомывателя то есть тоже вот этот ну и подогрев зоны покоя стеклоочистители кстати тоже то есть все это ну ладно обогрев покоя стеклоочистители по моему можно здесь продублировано слава богу обогрев заднего стекла вынесли сюда то еще бы еще обогрев заднего стекла еще тоже бы сюда занесли ну было бы вообще конечно можно войти в это меню не нажимают на этот вентилятор да а можно просто крутануть в тем самым прибавить температуру и можно также тут же быстро здесь все понажимать потом температуру обратно сделать но блин вот что вот реально бесит меня вот в этой машине это просто неадекватная работа климата я об этом уже говорил в прошлом видео ну чем больше я езжу тем и больше понимаю что тут это этот климат-контроль который в этой машине это блин не климат-контроль это какой-то кондиционер вот серьезно ты выставляешь ему 21 он может может жарить как ненормальный а может и кондиционер включить причем в салоне может быть такая же темп то есть ничего не меняется то есть ты можешь остановиться из машины выйти через минуту сесть у тебя только что он спарил холодным и горячим он тебя начинает друг ни с того ни с сего это все дело охлаждать хотя в салоне в салоне ни хрена не жарко ну в общем такой то есть тем уже постоянно я вот я в какой-то оптимально для себя 21 выбрал но все равно периодически мне приходится то есть что-то что-то его подкручивать то есть немножко логика у этого климат-контроля нарушена мне просто этого было три машины все с климат-контролем и ни в одной из них этой проблемы не было я просто выставлял 22 градуса или 23 и все работало здесь же блин ну просто я не могу не могу настроиться на этот чертов климат-контроль но так по электроника конечно крита тут скрыт когда пересаживаешь к там конечно по сравнению с ней здесь можно сказать такой хай-тек здесь цифровая приборная панель огромный телевизор хотя щас про него тоже расскажу он ну хоть он и огромный но на части бесполезный камеры всякие разные электронный ручник джойстик вместо коробки кпп то есть получается да мы тоже кстати нужно какое-то время немножко привыкать но прикольно также ну понятно люк который прекрасно работает все открывается закрывается совершенно ненужный автопарковщик и функция авто холл тоже достаточно интересная машина останавливается когда вы останавливались на перекрестке ее можно включить то есть когда вы допустим остановились на перекрестке зажали тормоз авто холл включился то есть машина сама себя держит вы можете отпустить тормоз и пока у нее нажмете газ машина никуда не покатится ну к этой функции тоже такая ну не нужно привыкнуть ну некоторые считают пользуются и считать что это очень удобно я естественно пока не очень не доверяю я привык ногу на тормоз держать ну или крайняк ставить парковку ну к этому просто к этому нужно возможно привыкнуть по пластику здесь тоже понятно я уже раз кого рассказывал по материалам просто ни в какое сравнение не входит скрытой здесь в крете все тупо и жесткого пластика сделан там нет ничего абсолютно мягкого то есть нет понятно что и ну кожа там да может быть кожаные сидения кожаные вставки это если там вы самую жирную комплектацию возьмете вместо электронного там обычный механический ручник но опять же тоже это плюс-минус непонятно как этот электронный ручник будет себя вести на морозе тоже ну по электронике также здесь есть выбор режима вождения что в крете у меня не было хотя в элантре у меня был режим но там было просто либо normal либо eco ну и в новых элантрах там поможет спорт можно включить и последнее что можно сказать это то что как я уже говорил до экран классный но сама башка очень урезанная по сравнению с той же самой китайской здесь нет навигации причем из нее вырезали то есть не только навигацию но здесь даже ну то есть нету никакого gps приемника то есть нужно если даже сейчас прошивают эту голову и для того чтобы поставить свою навигацию нужно либо передавать координаты с телефона будет навигаться при помощи приложения либо либо покупать какой-то свисток и втыкать его вон туда вниз в USB разъем ну ладно это еще пол беды то есть сама перепрошивка всего этого дела чтобы хоть как-то сделать эту мультимедиа функциональная стоит сейчас 7000 рублей понятно что это не официальная прошивка не непонятно что будет если дилеры и и увидят эту прошивку как они на этот реагируют не снимут ли с гарантии но по сути то что сейчас здесь есть это стандартный набор это радио это понятно телефон сейчас у меня bluetooth не подключен потому что если подключу bluetooth у меня будет перенять перестанет звук с телефон записывается я пишу на телефон понятно можно послушать музычку с различных устройств такой как и через bluetooth и сусби то 22 у из бишняка можно посмотреть видео с видео все очень и очень как не то что плохо проблема в том что я не знаю какой формат поддерживает звуковой это магнитола такое ощущение что только в mp3 и выма потому что сами кодеки видео он поддержит без проблем но звук у меня заработал только с роликов которые я скачал с youtube то есть вот я вот скачал с youtube помашу медведь и оттуда что из этих роликов все заработало качал с торрентов какие-то другие фильмы пробовал различного качества 725 1080p видео идет звука нет то есть проблема да потому что все кастрировано я так понимаю ребят которые все это дело перепрошивают наверняка там устанавливать все как надо и там с кодеками вообще наверняки проблем нет навигации нет карплея тоже нет но есть китайской технологии которая называется qd link вы можете при помощи провода подключиться к этой голове и в принципе дублировать экран своего телефона на этот экран это хоть как-то спасает чтобы хотя бы выводить допустим дальней поездки навигацию ну в принципе больше она не особо ни для чего не нужно но youtube еще можно посмотреть да то есть но при этом у тебя получается должен быть телефон куда-то положен спрятан и экран чтобы не гасился то есть у тебя получается и телефон работает и только тогда дублирование этой экрана с телефона не очень удобно но пользоваться можно при этом музыка с радио играть самой машины не будет чтобы еще играла музыка нужно установить какой-нибудь интернет радио параллельно чтоб играла и тогда у тебя будет получается и музыка с телефона идти и при этом еще кстати bluetooth задействуется я не знаю вообще какая-то технология странно то есть по проводу похоже передается только изображение а если еще и звук чтоб работал параллельно то есть должен еще и bluetooth быть включен то есть по bluetooth уйдет звук ну китайские технологии не иначе а что еще есть ну понятно камера 360 галерея эта фотография нафиг вообще тут нужно и видеорегистратор все больше в этой голове ничего нет качество экрана классная но убивает вот это вот все что ты по сути на этом экране еще толком посмотреть без танцев с бубном не сможешь либо цепляясь через провод и включая все через телефон кстати провод сразу говорю кто будет этим заниматься провод нужен качественный то есть дешманский китайский провод не подойдет вот я пробовал какой-то дешевый тайп си не заработала оригинальный который шел из коробки заработал так что если у кого проблема с подключением через qd-link скорее всего эта проблема в кабеле может быть еще в телефоне конечно не спорим может быть такие проблемы быть ну вот в принципе все пока вот за месяц эксплуатации ничего не заскрипела не захрипела не запердела единственное что здесь из вентиляции иногда у меня когда работает интенсивная печка какой-то такой небольшой как шелест идет но это как бы уже совсем если сильно придираться то есть в принципе машина пока радует я уже в принципе привык что то что посадка здесь ниже чем в крэйте ну и фиг с ней с этой посадкой поставлю машина радует как переживет зиму говорится время покажет ну и пока пока подписывайтесь на канал кому интересен мой контент к сожалению он далеко не про автомобили но это вот такое исключение из правил все всем пока пока кстати да и по поводу ноги мне писали почему ты динамику про динамику ничего не сказал но первых у меня еще обкатка как бы я сильно тапку в пол то уж сильно не давлю стараюсь до 3000 сильно не давить по поводу шумки шумка лучше чем в крэйте сейчас у меня шипы причем с айлуна то наверное самая ужасная режиме и шумная резина по крайней мере по отзывам но даже даже с ней в принципе в салоне достаточно терпимо находишься сидишь то есть в крэйте шумка реально было похуже по динамике конечно машина бодрее чем чем крэйта ну турбина все дела плюс крутящего момента у нее наверно побольше я не знаю кстати сколько было укрыто ну по вообще вот так вот по динамике то есть по разгону конечно чувствуется что машина прямо рвет а единственное что здесь стоит робот этот ступенчатый поезд ступенчатый с двумя сцеплениями семиступенчатый и после гидротрансформатора конечно очень непривычно есть какие-то небольшие поддергивания небольшая какая-то вибрация но она очень маленькая кстати еще стала вот я поездил то ли робот уже ко мне привык то ли я к нему привык в общем как-то стало и вибрации меньше и дергание меньше но когда вот я только-только 1 первые две сотни километров ездил я думаю мою это беда это беда ну чё ты едете мне дайте дайте человек проехать а в общем машина радует реально пока радует игру пока радует все конечно не очень одобряет мой выбор говорят скорее как корейцы променял хотя корейцы тоже не идеальная машина вот часто если газка поддать в общем как то так всем удачи и пока пока